Приветствую вас! Возьмите меня гости, братья и сестры. Хочу кратенький отзыв оставить. Посмотрел я буквально вчера первый сезон серии монастырь, который у меня все бачка. Посмотрите, что это такое, как-то прокомментируйте. Это чистый глум, это глумятся реально на церковь, и забывай, что кто крещеный является тоже церковью, потому что церковь это не организация, церковь это живой организм, и глава этой церкви, этого живого организма сам Господь. Об этом нельзя никогда забывать, потому что все, что ты делаешь, связанное с духовной жизнью, ты будешь за это отвечать перед Богом. Ну, в общем, посмотрел я. Конечно, начало было такое вообще шоковое, как Анастасия Ивлева сначала куражится, я бы так сказал, и параллельно здесь монастырь показывает, то есть клуб и монашеский постриг, то есть вещи несопоставимые. Это, знаете, показать, как рождается ребенок, да, счастье материнское, и в то же самое время показать параллельно же его будущую кончину, когда он от передозировки наркотиков умирает, то есть это такие вещи несопоставимые. Там радость, а здесь развлечение, причем, а не радость душевная, а просто беснование какое-то. Ну, ладно, думаю, что же будет дальше, посмотрел кучу ляпов. Просто такое ощущение, что люди никак ни с кем не советовались, не консультировались. Такие ляпы просто. Ну, реально, человек хоть чуть-чуть верующий, хоть чуть-чуть знающий церковную жизнь, но это настолько непрофессионально. Ну, люди же тратят деньги на это. Или они надеялись на какой-то черный пиар, что все начнут сейчас вот отзываться от этого. Хотя посмотрел один из самых смотрибельных сегодняшний день сериалов, сезонов. Ну, слушайте, ну, если вы что-то делаете, ну, делайте это, ну, хотя бы, чтобы не стыдно было потом. Пусть это где-то, ну, некоторыми местами так смешно. Ну, да, человек, когда попадает в монастырь, он неотъемлемо меняет свою жизнь. Но меняет его не от того, что там какие-то есть определенные, естественно, рамки, дисциплина, а из-за того, что он понимает, что он в том месте, где люди вместе пришли спасаться о Господе. Еще дальше. Значит, это игумене, это какой-то идол, все ей поклоняются, или этот батюшка. Ну, естественно, есть в святой жизни священники, которые реально могут, по милости Божьей, что-то открыть человеку, или, правильно сказать, Господь открывает через них. Ну, игумене, там, портрет висит, она как мечта чтимая святая, ну, родные мои. Есть, конечно, уважение, есть, я понимаю, субординация. Ну, здесь просто какой-то показывает, что вот она, и поклонничество какое-то. Ну, о чем вы речь вообще ведете? Таких вещей, в принципе, практически не бывает. А если они возникают, то они пресекаются. Второй момент. Бедная девочка мучается, у нее с животом, то ли по-женски что-то. Никто ее ни хуй не обращает внимания, только главная героиня, что... Ну, о чем вы говорите? Среди тех же самых монашествующих есть врачи порою. И зачастую врачи. Многие идут в монастырь к Богу, потому что врачевое тело, они понимают, кто главный врач. Вы хотите сказать, что не оказали бы никакой помощи? Ну, это же полная ересь. Ну, о чем вы говорите? Я даже не знаю, что еще сказать. Вот, если по десятибалльной оценить, что хороший или и хороший, ну три балла. Ну, не больше по десятибалльной. Снято красиво. Некоторые какие-то кадры замечательные. Храм красиво снят. Но видно, что профессионал снимает. Но суть! Но суть этой драмы написана, что это драма. Это комедийная мелодрама, я бы сказал. Которую серьезно воспринять вообще нельзя. Поэтому, когда будете смотреть, ну, смотрите, это просто как какую-то минимум шутку. Потому что серьезно это нельзя воспринимать. Это мое мнение. Храни Господь.